...особенности выполнения. Так что же, трахеостомия – это операция формирования искусственного наружного свеча трахеи после вскрытия ее просвета. То, что касается истории, то первое упоминание о трахеостомии относится еще к древней Индии. 2000 лет назад она упоминается и в Египте при фараонах. В современном представлении в 1837 году француз Труссо рутинным образом спал 200 человек, при дифтерии выполняет трахеостомию. Всем хорошо нам известный тренд Оленбург в 1869 году разработал первую трахеостомическую трубку с манжетой. В современной технике трахеостомии описано Джексону в 1929 году. Первое упоминание о функционной трахеостомии – это 1955 год прошлого столетия, Селден. Тони Ванстен предложили модифицировать методику и использовали проводник синдергия. С тех пор эта методика таким образом и производится. С 1985 года прошлого столетия Сигля предложил модифицировать трахеостомию по методике Селденгера с черескожным использованием последовательно вводимых дилататоров увеличивающихся размера. Дальнейшая методика была модифицирована с использованием дилататора одного дилататора в форме многосорога блюрина. В 1990 году Грикс с авторами сообщили о методике чрезкожной трахеостомии с использованием модифицированных щипсов Ховарда Келли с тупыми концами. Также есть еще методика Фонтони – трахеостомия, но она крайне редко используется из-за ее сложности и драговизны. По методике выполнения классифицируется трахеостомия как классическая, чрезкожная и трахеостомия. По анатомическим ориентированным классификациям следующее разделяется на верхнюю, среднюю и нижнюю трахеостомию. Ориентированным для повреждения является перешейк шитовидной железы. Оптимальным местом наложения трахеостомы считается рассечение у взрослых, рассечение трахея между вторыми и третьими полукольцами. У детей возможно между третьими и четвертыми полукольцами. На практике выполняется между первым и вторым полукольцом трахея, потому как трахея ребенка достаточно короткая. Приведение трахеостомии выше первого полукольца может привести к развитию выраженного рубцового суцтеноза, развитию перехондрицы, повреждения пресневинного хряща. Вот так на слайде выглядит всем хорошо известная классическая трахеостомия. Какие же бывают функционные методики, которые наиболее часто используются в мире? Это последовательная дилатационная трахеостомия по Сигле, одноступенчная дилатационная трахеостомия с использованием дидинного дилататора, методика вкручивания от компании Рюйш и дилатационная методика с использованием зажима Григза. Также существует метод ретроградной трансоригеальной трахеостомии по фонтоне. Вот так выглядит набор для приведения трахеостомии по Сигле. Для формулирования столиц используется набор бужей постепенно увеличивающегося размера. Эта трахеостомия чем-то напоминает конизацию шейки матки при выскабливании. В дальнейшем это было модифицировано. Начал использовать вот такой единый дилататор, который сразу позволяет трахеостомировать, не используя последовательные вводимые бужи. Вот так вот выглядит набор с использованием этого единого дилататора. Блюрина. Было проведено исследование, которое подтвердило более высокую эффективность и скорость проведения трахеостомии с использованием единого дилататора против нескольких дилататоров. Она была несколько быстрее. Делать ее было также удобно и просто. Суть методики заключается в том, что у интубированного пациента производится пункция трахеи с шприцом, получает воздух, через иголку вводится проводник. По проводнику, по методу Сильдингера проводится единый дилататор. Единый дилататор. В дальнейшем через эту сформирование с шприцомы на правителе в трахею помещается сама трахеостомическая конюля. Компания Рюш модифицировала, решила модифицировать эту методику и предполагает воспользоваться вот таким вот дилататором с такой крутящейся винтообразной нарезкой. По данным исследований, при его использовании более стабильная образуется стома. Наш опыт показал, что использование этого дилататора может привести из-за как раз вот этого винтообразного кручения его к повреждениям задней стенки трахеи. Перед вами набор для использования трахеостомии по методике Григза с использованием щипцов Ховарда Келли. Методика заключается в той же пункции трахеи, шприцом получения воздуха, заведения проводника. Но в дальнейшем вместо дилататоров вводятся щипцы. Сначала раздвигаются ткани притрахеально вдоль. В дальнейшем щипцы погружаются в трахеи, и между колец трахеи раздвигается поперечник трахеи. Также дальше по направителю в трахеи вводится сама трахеостомическая конюль. Отличие методики Григза, что она является очень простой выполнением. Трахеостомия происходит без рассечения колец трахеи и с минимальной травмой перитрахеальных тканей. Выполняется она всем известным методом Сельдингера. Использование многоразового металлического дилатационного зажима на проводнике позволяет быстро и эффективно формировать стому. Также с экономической точки зрения этот зажим можно использовать несколько раз и в следующий раз приобретать набор уже без этого зажима. Крайне важно для выполнения безопасной трахеостомии правильный подбор трахеостомической конюли. Поперечный размер трахеостомической трубки не должен превышать две трети поперечника просвета трахеи. Желательно использовать манжеты низкого давления. Также желательно, что, особенно если это касается больных в интенсивной терапии на ИВЛ, чтобы это были трубки со специальной манжетой или со специальным каналом для проведения санации на манжетчином пространстве. Правильно подобранная трахеостомическая конюля неадекватный уход за трахеостомой предотвращает развитие возникновений и сводит их к минимуму. Есть же преимущества пунктов залиционной трахеостомии предклассической. Эту процедуру можно выполнить прямо в палатин-интенсивной терапии, не приводя больного пациента в реанимацию. Достаточно двух операторов. Ее можно выполнить даже за две минуты. Методика минимально инвазивная, невысокой стоимости. Относительно простая техника исполнения, что легко позволяет обучить достаточно большое количество людей к ее выполнению. Также, в связи с тем, что трахеостомическая трубка будет соответствовать размеру трахеи, будет минимальная кровоточивость в послеоперационном периоде. Снизится количество инфекционных осложнений на 76%, количество формирований обезобразующих рубцов на шее также снижится на 75% по сравнению с обычной трахеостомией. Также эту процедуру можно выполнить без использования валик. На слайде указана примерная стоимость выполнения процедуры по разным слайдам, странам. Как видите, чрезкожная трахеостомия, несмотря на использование специфического набора, специализирована примерно в 2-3 раза дешевле, чем проведение обычной трахеостомии. Сейчас в основном используются 2 методики проведения пункционной трахеостомии трохиомии. Это методика Сиглия-блюрина и Григза. Примеры исследований, чтобы сравнить, какая же методика лучше, так и не пришли к единому мнению, какая лучше. Часть публикации предпочтения дают методику Сиглия и блюрина, часть ли не находят существенных отличий. Другие же видят технические проблемы при использовании методики Сиглия. Какие же противоказания к этой пункционной трахеостомии? Есть абсолютные показания, ее нельзя проводить в экстренном порядке. Все остальные противопоказания носят относительный характер. Это плохие, плохо видимые анатомические ориентиры, инфекция в области вмешательства, коголопатии. Особенно хочется остановиться на детском возрасте. Пункционная трахеостомия у детей не показана. Однако достаточно часто выполняется, несмотря на то, что не существует специализированных детских наборов. Для этой цели используют бронхоскопический контроль через вориангельную маску или эндрохиальную трубку, сверхтонкий бронхоскоп, используем сверхтонкого бронхоскопа. Также для защиты мягких, легко спадающих колец трахеи используют жесткий бронхоскоп. В некоторых странах используют методику фонтоний. Какие же могут быть осложнения при трахеостомии? Это интероперационные осложнения, эмфизема, мягкие ткани, асфиксия, повреждения крупных сосудов, кровотечения, разрывы трахеи и пищевода. Ранние, послеоперационные осложнения, это эрозивные кровотечения, аспирация кровяных сгустков, эмфизема и поздние осложнения, гнойно-некротические изменения, эрозивные кровотечения из крупных сосудов и аспирационное понимание. Переоперационные кровотечения очень опасны. Даже кровотечение в объеме 150-200 мл может привести к полной обтурации дыхательных путей. Эти кровотечения связаны с вориабельным расположением сосудов на шее. Чтобы это избежать, рекомендуется делать кожный разрез соответствующий размеру трубки в сложной ситуации проводить УЗИ шеи с визоляцией больших кровеносных сосудов и щитовинной железы и обязательный бароскопический контроль. Послеоперационные кровотечения встречаются после всех видов трахеостомии. Их частота 2,2%. Чаще они бывают приоткрытые трахеостомии. Они могут развиваться до 117 дня после операции в среднем на 24 день. Чаще всего источниками является плечеголовной ствол больше чем в 58% в случаях. Причиной такого повреждения плечеголовного ствола является трахеостомия ниже четвертого кольца трахеи. Чтобы это избежать, надо использовать бароскопический контроль. Также одним из страшных глобственных осложнений трахеостомии является ранение задней стенки трахеи. Оно происходит в несоблюдении методики проведения трахеостомии. Крайне важно использовать в мире локсанты в эффективных дозировках, чтобы избежать кашля больного, таким образом ранение задней стенки трахеи. А также считается, что бароскопический контроль на всех этапах выполнения трахеостомии должен способствовать снижению возможности развития этого осложнения. Также крайне тяжелым осложнением является паратрахеальная остановка трубки, трахеостомической трубки. Чтобы этого избежать, нужно постоянно контролировать положение иглы и проводника. Этому также помогают фиброоптический контроль. Чтобы завести легко трахеостомическую конюлю в трахею, нужно формировать трахеостому достаточного размера и экстубацию пациента проводить только после того, как вы убедились, что трахеостома находится в типичном положении. Что касается такого неприятного осложнения, как стеноза трахеи, то они развиваются чаще всего при трахеостомии выше первого кольца. Частое развитие стенозов по одним данным авторов после открытой трахеостомии 7,3%, а после пункционной дельфинсионной трахеостомии более 23%. Так, при исследовании натурок было зафиксировано, что при использовании методики блюрина она была зафиксирована в 83% в случаях. Однако по исследованию отечественных авторов было показано, что использование методики Григза снизило частоту развития стенозов трахеи в 5 раз по сравнению с открытой трахеостомии. Летальность после обоих методик составляет примерно 0,69-0,67%. Крекчение как причина смерти было зарегистрировано 0,26% в случаях при обоих методиках. Потери дыхательных потей примерно 0,20-0,21% при использовании обоих методик. Вложенный ход чаще образовывался при использовании пункционной дизелизационной трахеостомии. Крайне опасно проводить трахеостомию ниже 4-го кольца трахеи. Как же профилактировать эти осложнения? Основная профилактика это проведение пункции трахеи в запланированные точки, то есть желательно между вторым и третьим кольцом трахеи взрослого пациента. Как показали исследования, если это делать вслепую, без эндобаронско-скопического контроля, то только в 50% случаев мы попадаем в то место, которое мы запланировали. В 4-х случаях пункция будет проводиться выше предполагаемое место, в части случаях ниже. Обязательно бароскопический контроль. На нашем учреждении за 5 лет мы выполнили студию через кожные трахео, дилитационные трахеостомии онкологических пыльных отделений реанимации. Средний возраст пациентов около 50 лет, самому младшему было 2 года, самому старшему на 75. Также среди них было почти 19% фунгометологического профиля с выражением нарушения гемостаза. В почти 80% случаев мы использовали методику Гринза в модификации института Борденко, в 20% методику Сигли, и из них в 10% случаев методику Перкут-Вистриуш. Пациентам детского возраста проводили делатацию только из методики Григза. Пяти больным мы использовали повторную трахеостомию. Малые кровотечения у нас возникали около 18% случаев, средние кровотечения у пяти пациентов артериальной гипотонии в 12% случаев ранения синтитархиники только в один случай. Из ранних послеоперационных осложнений у нас развивались подкожные эмфиземы у трех пациентов. Малые кровотечения были у всех больных с нарушением коглопатии. Из поздних послеоперационных осложнений у нас были отмечены два случая трахеальных свящей и один случай рубцового санозатрахея, потребовавший дополнительного лечения. На мне были зарегистрированы такие частые осложнения к открытой трахеостомии, как нагнение послеоперационные, раны, вывих трахеостомической канели и позднее кровотечение. Решите представить наш клинический случай. Больная 50 лет с индексом массы тиры 41 с злокачественным образованием средостения была прооперирована на таракальном отделении, у нее была тимома, ее удалили, однако из-за ее избыточного веса в раннем послеоперативном периоде у нее развилась дыхательная недостаточность третьей степени с выраженной гиперкархнией, потребовавшей реинтубации и проведение ВЛ. На следующий день я выгнена была трахеостомия по ГРИКЗа, налажена комплексная терапия, через 7 дней удалось нам больную кунилировать и через 2 дня перевести на профильное отделение. Наш вывод такой, что опыт выполнения в нашей клинике операции через кожную зелитационную трахеостомии позволено убедиться в преимуществах трахеостомии по ГРИКЗ по эндоскопическим контролям как наиболее простой, менее затратный, экономический, с наименьшим количеством осложнений методики. Спасибо за внимание. Продолжение следует...